Тагильчане обсуждают проекты благоустройства дворов. Напомним, 32 территории попали в программу формирования комфортной городской среды. Среди них двор 20, 22 и 24 домов по улице Победы. Большинство жителей квартала поучаствовали в рейтинговом голосовании 18 марта этого года. Часто вообще двор никакой, он вообще пустой. То есть детская площадка, которую делали, я не знаю, там 20 лет назад. То есть одна горка и песочница, и всё это можно чем-то назвать. Тагил Граждан Проект разработал проект благоустройства квартала. Специалисты презентуют его жителям. По плану во дворе должны разместить детский игровой комплекс, площадку для занятий воркаутом, прогулочные зоны. Также здесь заменят фонарные столбы и заасфальтируют дорогу. Единственное, что мы сделали широкие проезды, они у нас получились 10,5 метров, чтобы была зона парковок. Это сейчас большая проблема везде, чтобы машины не ставили в газоны, то есть предусмотрены парковочки. Вот если, как говорят, гладко было на бумаге, если парковку сделать реально как на бумаге, я думаю, что всем мест должно хватить. Потому что у нас идут реальные споры за места. Большинство деревьев необходимо будет вырубить, но вместо них обязательно посадят новые. Ханяются в вашем дворе, вот надо сказать, практически только березы. Остальные деревья, они у вас старые, они идут под вырубку. Лавочки у подъездов не предусмотрены. Проектировщики отмечают, многие тагильчане часто отказываются от скамеек, чтобы под окнами по вечерам не собирались компании. Я понимаю и бабушек, и дедушек, что они дошли до дома, им надо отдохнуть и все. Ну для этого вот и делают вот эти вот, зонируют. Для отдыха, скамеечки, лавочки, чтобы это было. Но не у самого подъезда. Главное пожелание жителей, во дворе необходимы две зоны отдыха для пенсионеров. Специалисты учтут это пожелание. По Тагио-Строевскому району у нас в проектах уже 11 кварталов. Я количество домов не скажу. Мы сейчас проводим активные встречи с жителями и вовлекаем их в обсуждение проектов, которые у нас уже разработаны. Вот сегодня встреча прошла, у нас уже вторая, подотворная. Проекты благоустройства отправят в правительство Сырловской области. В Кабмине и примут решение, какие дворы будут благоустраивать по программе в следующем году. Двор в очень плохом состоянии. Если мы попадем в программу, конечно, это будет просто подарок. Деньги на благоустройство выделят из федерального бюджета. Но 1% от суммы должны вложить жители. Реконструкция дворов начнется весной. Александр Мешков, Михаил Крюков, Евгений Амачук. Новости Тагил-ТВ.